Приветствую вас на канале Вкусный Уголок! Сегодня приготовлю вкуснейший печёночный торт с грибами. Продукты, которые потребуются, вы видите на экране. Итак, приступим! Нужно взять 600 грамм куриной печени и пропустить её через мясорубку с мелкой решёткой. Также вы можете воспользоваться комбайном, либо покружным блендером, но текстура готового блюда мне больше нравится, если пропускать через мясорубку. Теперь добавляем сюда 120 миллилитров молока, 2 яйца, соль и перец по вкусу. Я добавлю чайную ложку соли, вот так без горки, и немножко чёрного перца. И всё это хорошо перемешиваем. Затем сюда добавляем 100 грамм муки. Перемешиваем. В конце добавим пол чайной ложки разрыхлителя, 2 столовые ложки растительного масла и всё ещё раз перемешаем. Вот посмотрите, вот такое тесто получилось. И теперь оставляем его минут на 20 отдохнуть. Затем ставим сковороду на огонь, смазываем немножко кисточкой растительным маслом и аполлонником наливаем тесто, равномерно распределяя. Толщину блинчиков регулируйте сами, но слишком толстыми их делать не нужно. И теперь жарим столько блинчиков, сколько у вас получится, с двух сторон до золотистого цвета. У меня получилось 5 печёночных блинчиков и теперь я оставляю их полностью остыть. За это время нужно приготовить начинку. Теперь ставим сковороду на огонь, наливаем немного растительного масла, добавляем 3 средние луковицы, порезанные мелким кубиком и периодически перемешивая, обжариваем до золотистого цвета. Изначально много масла не лейте, чтобы у вас всё не плавало. И теперь добавляем сюда 350 грамм мелко порезанных грибов. У меня шампиньоны. И на большом огне тушим до выпаривания всей жидкости от грибов. Затем добавляем соль и перец. По вкусу я добавлю вот так вот пол чайной ложки соли и немножко чёрного перца. Хорошо всё перемешиваем и обжариваем ещё пару минут. Готовую начинку перекладываем в тарелку и даём ей полностью остыть. Когда уже всё остыло, берём 2 плавленых сырка. Вот посмотрите, они у меня такие вот мягкие-мягкие. Видите, если у вас они твёрдые, то их лучше потереть на тёрку. Добавляем сюда 3-4 зубчика чеснока мелко порезанных. Немножко чёрного перца. И понемножку добавляем майонез и хорошо перемешиваем. Вот посмотрите, должна получиться вот такая масса, которую можно намазать. Теперь берём блюдо, на котором будем собирать дно этого блюда. Я немножко смажу вот этим соусом, чтобы торт потом не ёрзал. И выкладываю первый корж. Смазываю его соусом. Сверху присыпаем обжаренными грибами. Накрываем следующим коржом и продолжаем перемазывать. Когда вы уже поставили последний блинчик, смазываем его хорошо соусом. Украсить свой торт вы можете так, как вам захочется. Я возьму, выложу дольки помидор. По кругу у меня будут кружочки оливок. И, конечно же, немного зелени. Вот такая красота у меня получилась. Вы же можете украсть и так, как вам захочется. Даём тортику часик постоять и можно подавать к столу. Ну, а сейчас я хочу разрезать и показать вам, что же получилось. Вот, посмотрите, это красивое, но самое главное, очень вкусное блюдо, которое готовится из простых продуктов. И, несомненно, такой торт станет украшением любого праздничного стола. Так что обязательно готовьте, оставляйте свои отзывы и не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео.